Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 марта и хотя я вчера и сегодня только начала посев томатов для открытого грунта, но те томаты, которые для теплицы, они уже в довольно таки таком состоянии, уже распекированные, но во взросленьком. И вот про эти томаты я сейчас поговорю, потому что те, которые для открытого грунта только сеем, то с этой рассадой у нас уже возникает проблема. И сегодня очень серьезная тема, это изменение цвета, формы листьев. Я вот рассмотрю один частный случай, но вообще приходит очень много сообщений про проблемы с рассадой. Но начну с такого немного необычного, может быть даже веселого такого кусочка. Мне одна добрая женщина в комментариях дала совет. Вот мы всю прошлую неделю друг другу советовали, какие методы, чтобы рассада не вытягивалась. Кто говорит, я всегда только пикирую, кто фосфор содержащую. И одна женщина написала такой очень экзотический способ. Она сказала, для того, чтобы рассада не вытягивалась, нужно ее вот так вот гладить по макушкам. Но еще она сказала как-то крутить. Я не поняла, как крутить, но вот сказала гладить вот так по макушкам. И возникает такой сильно-сильный запах томатов. И вроде как они испытывают стресс. И на 2-3 дня они немного как тормозят. Ну, вроде как это самое. Я посмеялась, думаю, ну что только не сделаешь, чтобы она окрепла, не вытягивала. А так как я человек, который испытывает все, вот вчера вынесла, сижу, кручу. Ну, не знаю точно как. Ну, вот так вот поглажу. Ну, это больше похоже, конечно, на какое-то колдовство, заклинание. Но все-таки, а вдруг метод рабочий, вот сижу, кручу. Толстейте мои маленькие, толстейте мои хорошенькие. Ну, конечно, сразу не узнаешь, работает метод или нет. Но зато вот во время этого кручения я заметила недостаток, который, если бы я их не покрутила, я бы не увидела. Я смотрю, листья-то начали вот так переворачиваться. Фиолетовый оттенок, все. Лист изменил цвет. И, кстати, на одном только лотке, вот другие какие крутила, потом еще специально проверила, нет, все зеленые хорошие. Обычно листики без недостатков вырастают, они на солнышке, зеленые, все. Вот фиолетовый лист. Значит, у меня есть повод поговорить о том, если листья меняют цвет. Вот, например, если они фиолетовые, что делать? Что не так? Так, сразу скажу, когда приходят вопросы, приходят очень много вопросов. У меня листья желтеют, у меня листья стали фиолетовыми, у меня листья позеленеют, ой, посинели есть, покраснели. Что с моей рассадой? На такие вопросы я никогда не даю ответ, потому что, хоть это и банально, но повторю еще раз, все это индивидуально, и ни один специалист заочно вам точный диагноз не поставит, что с вашей рассадой не так. Потому что, на примере вот сейчас фиолетовых листьев я вам покажу, что бывает одна ситуация, а бывает другая. Откуда я знаю, какая именно, почему у вас стали фиолетовыми? Я вот точно знаю, почему у меня стали фиолетовыми, сейчас расскажу. И поэтому, если у вас возникает какое-то изменение цвета, это ясно, что что-то растению не нравится. Потому что лист это индикатор здоровья нашего растения. Значит, условия ему не подходящие, нехватка каких-то микро-макроэлементов или не подходит температурный режим. Но вот с такими вопросами я бы вам посоветовала обращаться к таблицам. В интернете есть очень хорошие таблицы, называются по-разному. Дефицит питания растений или недостаток микро- и макроэлементов у растений. Там таблицы с фото листьев. Вот, например, желтый лист, фиолетовый лист. Написано, какая причина и, что самое главное, как исправить. Например, написано, листья желтеют, там нижние листья отваливаются. Недостаток азота, чаще всего. Исправить как, например, сделать азот, содержащую подкомку. То есть, одну столовую ложку селитра на ведро воды и немножко полить, подкормить. И вот любой недостаток можно там найти. Потому что даже дело не во времени. Ясно, что я всем не успею ответить. Я вот сегодня открыла, у меня 290 неотвеченных сообщений в одноклассниках. И я и сегодня не смогу на них ответить, потому что у меня поселы. Но даже если у меня будет время, я никогда не возьму на себя ответственность, чтобы поставить диагноз чужим растениям и дать рецепт, чем их поливать и как исправлять. Нет, этого делать я не буду. Я вам сейчас расскажу про свои. Я нашла вот эти фиолетовые листья. Они не очень заметны, поэтому я увидела их только, когда начала вот так раскручивать. И когда листья стали переворачиваться. Еле-еле уловимый фиолетовый оттенок. Все. Сейчас мы будем разбираться. Фиолетовый оттенок может быть в двух случаях. Вот, например, рано весной, когда я начинаю закаливать рассаду, выносить ее, или в теплицу оставляю, когда ночью при повышенных температурах, или прямо на улицу выставляю, вот перед высадкой в грунт, например, закаливаю, вся рассада у меня приобретает фиолетовый оттенок. Это не как вот здесь легкий такой, чуть фиолетовый. Прямо синие-фиолетовые стволики, почти чернильного цвета, прям темно-фиолетовые листики. И всегда говорят, о, рассада закаленная. Это значит, от того, что ей холодно, от того, что холодный грунт, корневая система вот этой рассады, которая стала фиолетовой на улице, она не способна потреблять из грунта кальций. Не усваивает кальций на холоде. И поэтому у растений возникает резко недостаток, ой, фосфор. Извиняюсь, все уже кальций и фосфор. Она не усваивает фосфор, и поэтому растения резко приобретают фиолетовый такой оттенок, это недостаток фосфора. Блокирует холод, потребление фосфора. Но вот в тех случаях, когда она на холоде, когда ее специально, я намеренно ее выставляю на холод, и она делается фиолетовая, в этом случае я ничего не делаю, никаких фосфоросодержащих подкормок, ничего. Я знаю, как только сейчас я ее высажу или наступит тепло, грунт будет теплый, все изменится, корневая система начнет потреблять фосфор, и этот фиолетовый оттенок он обычно проходит. Но другая ситуация сейчас. Сейчас я знаю, что этот лоток, он стоит у меня в тепле, на стеллаже, им не холодно, я их на улицу не выставляю при пониженных температурах, но они все равно фиолетовые. И именно, что в одинаковых условиях, вот, например, два лотка, эти ярко-зеленые, а это с фиолетовым оттенком. О чем это говорит? Вот это говорит о истинном, о истинном недостатке фосфора. Это значит, в этом лотке, в этом грунте, этим растениям не хватает фосфора. И не из-за того, что они не могут потреблять из-за холода, а из-за того, что его там нет. И вот в этом случае, только в этом случае, я прибегаю к фосфоросодержащим подкормкам. Их я могу сейчас полить. Я сейчас скажу, что раньше самая распространенная фосфоросодержащая подкормка в таких случаях была, конечно, вытяжка суперфосфата. Не было вот такого ассортимента большого. Кому интересно, я сейчас скажу. Обычно делалось так. Стакан гранулированного суперфосфата, заливали одним литром кипятка и оставляли, ну, обычно на день, на сутки, но не менее 12 часов. Рекомендовано было периодически помешивать, ну, в какое-то там, через какой-то промежуток времени, например, раза в 2 часа, ну, или хотя бы 5-6 раз за сутки. И вот все, что не растворялось, осадок, он оставался, а вот это вот, именно вот вытяжку, снимали с осадка, склевали и на ведро воды. И вот этим раствором, ну, это вот рецепт для взрослых растений. Обычно мы подкармливаем уже взрослые. Я скажу честно, что я маленькую рассаду ни разу фосфоросодержащими не подкармливала, потому что я уже, еще раз повторю, когда на холоде они синеют, я не обращаю на это внимания. Но вот в этом году я, вероятно, в одну партию не положила золы. Именно поэтому очень часто рекомендуют специалисты при приготовлении грунта для рассады добавлять ложку суперфосфата, хотя бы на ведро грунта. Я добавляю золу. И в золе тоже фосфор содержится, поэтому им хватает. Но нынче мне кажется, что я в одну из партий, вот когда ванну вот эту замешивала, я золы не добавила, и скорее всего вот этот лоток получил грунт как раз с этой ванны. Ну потому что, видите, это ярко-зеленый, хороший, это с фиолетовым оттенком. Значит, именно его нужно подкормить. Ну вот как я сказала, что традиционно раньше была вытяжка суперфосфата, но теперь появились более современные. Вот как раз про то, что мы говорили, монофосфат калия, он ведь тоже фосфоросодержащий, и им тоже можно вот эту рассаду полить, и как раз можно будет его испытать, что, как говорят, что он от вытягивания помогает, она как раз и окрепнет, исчезнет фиолетовый оттенок, и все. К чему я все так долго это подробно рассказывала? Потому что вот когда задаете вопросы, что с моими листьями, у меня листья изменили цвет, у меня, например, фиолетовые, вот на примере этом я вам показала, что ситуации бывают разные. Может быть у вас фиолетовые листья, потому что просто стоят лотки на холодном подоконнике, грунт прохладный, и фосфор не усваивается. И в этом случае вам бесполезно делать фосфоросодержащие подкормки, они не помогут. Пока они будут стоять в холоде, фосфор все равно, корневая система не сможет взять из грунта. Она как холод блокирует все. И если я скажу вам, например, о, листья фиолетовые, значит не хватает фосфора, полейте фосфором. А у вас будет стоять на окне, и все равно ничего не изменится, вы мне потом предъявите претензии, скажите, вот ваши советы не помогают. Поэтому про изменение листа разбирайтесь каждый со своим случаем индивидуально. На примере этого я показала, что может быть это просто банальное переохлаждение, а может быть реальная нехватка фосфора в грунте. Поэтому, когда составляете грунт, вот я и говорила, что она все одно за другое цепляется. Не составили грунт правильно, вот как в моем случае. Я не добавила золы, не добавила суперфосфата. Получила фиолетовые листики. Все, до свидания. Вот это про изменение листьев. Листья и желтеют, и фиолетовые делаются, и какие-то изогиб листов скручиваются вверх, скручиваются вниз. Учитесь пользоваться таблицей. Даже если вы там что-то нужное для себя не найдете, для данного случая, вы для расширения кругозора, вы там много интересного прочитаете. Я вот часто читаю их, смотрю. Возможно, недостаток цинка, недостаток молибдена, недостаток магния, недостаток бора. Все это отражается на листьях. Еще раз повторю, лист это индикатор здоровья наших растений. До свидания. Я думаю, что всем это под силу, научиться определять. Давайте будем каждый в своем отдельном случае доктором для своих растений. До свидания.